Ребята, всем привет! С вами Ксюша и это распаковка духов от YouSaw. Как-то раз я уже распаковывала эти парфюмы, мне они безумно понравились. Ссылочка на это видео будет в описании. Я думаю, что кто-то из вас его уже видел. Посмотрите, как много всего у меня на столе. Кто не в курсе, YouSaw это фирма парфюмов, которые делают не подделки на популярные ароматы, а именно аналоги. Запахи просто один в один. Я специально приготовила те два флагончика, которые есть у меня. Это Tom Ford Lost Cherry и Зеленский Розен, Black Pepper, Нероли и Амбер. Кстати, в прошлый раз я заказывала уже парфюм с Lost Cherry. Он просто один в один. Мне он безумно понравился. Также я заказывала табак в ваниль Tom Ford. Тоже просто идеально. Ну то есть один в один с оригиналами. Просто не нужно переплачивать. Смотрите, вот эти маленькие парфюмы это аналоги популярных духов. А это духи именно от фирмы YouSaw. У меня таких четыре. И также есть три миста. Начну распаковку я вот с этих парфюмов от YouSaw. Открывать я буду все очень аккуратно, потому что потом это я разыграю между вами. Так, распаковка, чек. Начнем с этого аромата Turkish Rose Litchie. Турецкая роза и лича. Ребята, за розыгрышами следите в моих соц. сетях. Ссылочка будет в описании. И также в описании я оставлю ссылочку на магазин YouSaw. Открываем. Здесь наклеечка. Все очень классно упаковано. Очень красивая белая коробочка. Аккуратно достаем. Раз. И два. Здесь нас встречает вот такая открыточка. И сам парфюм. Это фруктово-цветочный аромат. Здесь верхние ноты личи, груша и бергамот. Средние ноты турецкая роза. Интересно, как пахнет турецкая роза. Пион, водные ноты и цветочные ноты. А базовые ноты это белый мускус, древесные ноты и ветивер. Я обожаю вот такие цветочные ароматы. Это очень вкусно. Как будто что-то такое я уже нюхала. Но такого в коллекции у меня еще нет. Это мне очень нравится. Я прям чувствую здесь грушу и бергамот. Этого прям точно чувствую. Вот цветочки. Аккуратно убираю в коробочку. Такая вот красота. Которая отправится к кому-то из вас. Следующий аромат, который мы откроем, это ваниль кокос. Такой аромат у меня уже был. Он просто идеальный. Но я не знаю, как еще про него можно сказать. Это та самая классика, я считаю. Просто самый сладкий. Самый такой прям, ну не знаю, наиприятнейший аромат. Если вы хотите купить аромат от Юсо, я очень советую покупать этот парфюм. Ваниль, кокос, просто лучшие. Верхние ноты кокос, слива и абрикос. А базовые ноты ваниль, миндаль, сандал и мускус. Вот так выглядит парфюм. Флакончик, давайте открывать. Ой, ну это просто, ну просто, ну я не знаю, как это описать. Просто, ну я не знаю. Боже мой, ну это, ребят, ну просто, ну нет слов. В общем, кто любит запах конфеток, ванильник и так далее, этот аромат для вас. Так, подписываю все ароматы. Следующий аромат это Milk Tubi Rose. Такой аромат у меня уже тоже был, он просто замечательный. Это сливки и тубероза. Группа этого аромата цветочные. Верхние ноты Asmantus, Jasmine, майская роза. Средние ноты тубероза, молоко и нарцисс. Ммм, какой запах, знаете, прям интересный. Ну то есть, ну прям необычный. Давайте, как обычно, по классике поставим все по местам. На первом месте у меня, конечно же, стоит ваниль, кокос. На втором месте, скорее всего, у меня стоит вот этот аромат. Он прям такой интересный, бодрящий, знаете. То, что я вам описала, вот какие там ноты, вот прям один в один. И молоко чувствуется, вот эти сливки. Он на втором месте, а на третьем месте у меня стоит турецкая роза и личи. Хотя, знаете, она тоже вкусная была. Пока что так. У меня первый раз будет такой розыгрыш. То есть, в боксах будут лежать не по одному парфюму, а несколько парфюмов. То есть, соберу как отдельные такие наборы. И последний парфюм называется Orange Blossom Jasmine. Короче, апельсин и jasmine. Это цветочный аромат. Цветочный я люблю. Как вы уже поняли. И сладенький я люблю. Напишите, ребят, в комментариях, какой ваш любимый аромат. Вау! Флакончик выглядит так же, но цвет прям другой. Шикарм. Вообще, я не люблю цитрусовые ароматы, но тут он не чувствуется как цитрусовый. Прям очень. Верхние ноты. Здесь бергамот. Извините, что такое? Флердонардж. Флердонардж. Это верхняя нота. А базовый экстракт ванили, кедр и белый мускус. Порядок у меня остается такой же. То есть, этот у меня идет на четвертое место, потому что, ну, как бы, я больше люблю вот такие ароматы. Следующее, что я решила распаковывать, это мисты. А аналоги мы оставим напоследок. Аналогов у нас тут много. Мисты выглядят вот так. У них такие интересные упаковки. Начнем вот с этого, потому что такой у меня уже, по-моему, был. Называется он Tropic Dream. Просто запах такой, знаете, сладенький. Композиция этого спрея для тела состоит из нот ванили, вели и кокоса. В общем, он пудровый, такой мягкий. У него очень кокосовый аромат. Прям, знаете, сразу на Мальдивы тебя вот уносят. Хотя на Мальдивах мы ни разу не были еще. Ну, прям реально кокос очень чувствуется. Я обожаю вот кокосовые ванильные духи вообще. Из мистов кокос занимает первое место. Пока что. Так, следующий мист, который мы откроем. О, давайте вот этот. Называется он Berry Kiss. Ну, типа ягодный поцелуй. Такой аромат у меня тоже был. И, кстати, этот тоже был. Очень понравился из-за того, что он безумно похож на мой мист от Victoria's Secret. В общем, здесь экзотические фрукты в сочетании с древесными нотами. Это просто, ну, идеальный парфюм. Ну, прям, ну, один в один, как мой любимый мист. Ребята, вы не представляете, как у меня здесь теперь вкусно пахнет. Фруктовый, цветочный, древесный, может, есть нотки, да. Такой запах прям очень поднимает настроение. Такой, знаете, бодрячий прям. Так, и последний мист называется Blissful Day. Здесь у нас сочетание сладкой груши, спелого яблока и мускуса. Стоп, стоп, чем? Что мне сейчас напомнило, что из жизни? Короче, запах просто офигенский. Это факт. Мне что-то напомнило. Это проблема. Я теперь не успокоюсь. Ладно, окей. Наверное, я их расставлю вот так. На первом месте у меня будет Кокосик, Тропик Брин. На втором месте Берри Кис. И на третьем месте Брисфул Дэй. В общем, все в той последовательности, как я все и открывала. И сейчас, ребята, мы переходим вот к таким замечательным аналогам популярных духов. Между прочим, очень дорогих. Если ты не хочешь тратить деньги на дорогие духи, покупай аналог от YouSol. Они пахнут точно так же. Давайте начнем с тех духов, которые есть у меня. Допустим, с Лос-Черри. Где ты? А вот и он. Посмотрите, как похожа упаковка. Супер аккуратно открываем коробочку. Верхние ноты здесь вишня, горький миндаль и ликер. Средние ноты вишня, слива, турецкая роза и жасмин. А вот базовые ноты, их тут много. Бабы тонко, ваниль, бальзам перуанский, корица, бензолин, сандал, гвоздика, кедр, ветивер и пачули. Вау, смотрите, как выглядит флакончик. Кстати, вишню мы уже практически потратили. Прям реально один в один. Даже поярче он. Но вот верхние ноты мне прям очень чувствуются. Вот прям четко вишня, горький миндаль и ликер. Вот прям очень четко. Остальные тоже чувствуются, но те прям у меня вот так бац в голову. Вообще эту вишню можно узнать из всех ароматов, даже не подписывая ароматы. Так, теперь давайте откроем зеленский розен, блэк пеппер, амбер и нероли. Да. У меня есть только такой аромат. Я знаю, что еще есть очень популярный аромат ванилобленд, но у меня его пока что нет. Этот аромат тоже ни с чем нельзя спутать. Он один и все. Я его, кстати, очень люблю. У меня небольшой формат. Здесь сколько? 10 мл всего осталось. Гораздо меньше половины. Откроем. И тестим. Ребят, ну как бы ну да. Ну как бы да. Я узнаю сразу. Один в один. Просто реально один в один. Я не знаю, как описать его, ребят. Короче, я просто обожаю этот запах. Всем слетит. А вот остальных ароматов у меня, к сожалению, пока что нет. Давайте откроем ванилобленд. Это тоже аналог фирмы Зеленский розен, но другого аромата. Вот как раз таки, кстати, я ни разу не слышала, как пахнет этот аромат с ванилью от этой фирмы. Очень хотела его купить, но ни разу не подходила к тестерам. Вот сейчас как раз таки я и узнаю, как он пахнет. Боже мой, какая конфетка. Просто ммм. Так, какой еще аромат из этих я знаю? Это Том Форд. Такой, знаете, оранжевый из той же коллекции, что и вишенка. Когда я выбирала себе вот эти три парфюма Том Форд, которые у меня есть, мне он, кстати, очень даже понравился. Он пахнет маринованными персиками. Но так как один такой парфюм от Том Форд стоит около 20 тысяч, я не могла позволить себе купить сразу все парфюмы за один раз. Как вкусно, боже мой, я теперь захотела этот парфюм просто. Прям такой, знаете, фруктовый аромат, прям необычный. Мне кажется, он пахнет персиком, миндалем, может даже ванилька тут где-то какая-то есть. Вообще приятный аромат, воздушный такой. Если что, вот эти все базовые верхние ноты я забивала на сайте Юса. То есть открываешь их аромат, и тут про него все расписано прям. Но только что про эту фирму я ничего не нашла, к сожалению. Не знаю, может я плохо искала, но все остальное я там нашла. Персиково-апельсиновый аккорд, терпкие пряности. Но персик здесь не приторно-сладкий, а густой, насыщенный, напоминающий дорогой тягучий ликер. Я не шарю за ликер, но пахнет очень вкусно. Всем советую. Так, следующий. Ну вот, допустим, молекула. Фирмы молекула у меня не было ни разу. Мне стало интересно, сколько стоит парфюм молекула. Он достаточно дорогой, около 15 тысяч. Я нашла основные аккорды только. Это древесный, мускусный, амбровый и... Животный? Окей. Животный так животный. Давайте понюхаем. Сейчас собачкой будет пахнуть. Так, давайте пшикаем. Очень интересно прям. Он такой цитрусовый, заряжающий, свежий прям, знаете, свежестью пахнет. Так, давайте подпишем. Номер 37. Мне очень понравился аромат, прям класс. Так, следующий. Сейчас посмотрим. Это 43, номер 43. Молекула 01 плюс мандарин. Стоит такой парфюм. Оригинал 10600. В золотом яблоке. Группа ароматов цитрусовые. Сейчас паникаем. Подождите, сейчас пшикну. С мандаринкой мне прям нравится. Такой сразу happy new ad. Как я хочу Новый год. Только не на костылях, пожалуйста. Прям кстати. Вот так их нюхаешь вместе. Тут прям очень чувствуется мандарин. То есть, вообще другой аромат. Из-за одной нотки меняется просто все. Покупайте к Новому году. Подарок будет прям суперский. Что-то вот такое я видела в магазинах. А, Джо Малон. Упаковка знакомая. Думаю, что-то такое видела в магазинах. У меня есть один аромат от Джо Малон. Не знаю, как он называется. Там очень сложные названия. Всегда мне сложно их запоминать. Аромат от Джо Малон я покупала в ЦУМе. В Москве, когда была. Пришла я вот из этого всего многообразия. Я выбирала один. Один парфюм. Я перенюхала просто все, которые там есть. И этот я тоже рассматривала. Но выбрала другой. И вот он сам пришел ко мне домой. Я не нашла, сколько он стоит. Но я нашла его основные аккорды. Значит, он фруктовый, свежий, пряный, фужерный, цитрусовый, древесный, сладкий. Я прям вот помню этот аромат. Запоминающийся, так сказать. Короче, мне он напоминает бабушкин огород. Но я не знаю, почему. Там вот, знаете, вот есть эта зона с ягодками, которая там, крыжовник и так далее. И там, знаете, у крыжовника веточки. У них такой особый какой-то аромат. Вот такой аромат у него, у крыжовника, понимаете? Такой, знаете, вкусный. Поэтому это не Blackberry and Bay, это крыжовник. Ну, для меня вот так. Ребята, я шарю. Это тоже молекула, но номер 02. Видимо, молекула очень популярная фирма. Я просто обожаю парфюмы. Вы просто не представляете. Ну как вы? Вы-то представляете, как я обожаю свои парфюмы. В комнату мою можно просто зайти и сразу понять, что насколько я обожаю парфюмы. Кстати, вот по ноткам вот этим, которые я сейчас прочитала. Мне кажется, что этот парфюм мне понравится. Такой, знаете, как будто одеколон. А сейчас как будто нет. Ну, мне очень нравятся тяжелые запахи. Они очень классно всегда раскрываются. Ну, короче, мне просто нравятся тяжелые запахи. Самое главное не переборщить, а то можно задолхнуться. Вот сейчас я помотала, тут я его повыветривала. Мне он так понравился. Он уже не пахнет мужским одеколоном. Да, мне нравятся мужские ароматы очень даже. По настроению могу даже сама мужским шикнуться, и мне нормально, типа. У меня просто много таких, знаете, тяжелых ароматов. У меня даже в коллекции есть пара мужских. Да у нас, по-моему, папа тоже коллекция. Я ему тут прибавляю, прибавляю. Папа тоже коллекционер духов. Это, по-моему, не секс. Короче, мне не нравится теперь, как пахнет. Как будто и персик тут есть, и цитрусовое что-то. Номер 28 это у нас Хая Театар Коллекшн. И я поняла. Значит, это такая красная баночка с такой крышечкой, знаете, как капелька. Я поняла, что я хотела одно время купить этот парфюм. Ну да, ну боже мой, я не знаю, как описать. Но ваниль тут точно есть. О, нашла верхние ноты. Ананас, марина, ягоды. Ну, кстати. А базовые ноты это ваниль и мускус. Очень вкусный аромат. Мне прям очень нравится. Аккуратненько закрываем. Так, погнали. Следующий аромат под номером 20. Parfums de Marley de Lina. Что это за парфюм? Сейчас заберем в интернете. А, ребята, я поняла, что это за аромат. Значит, выглядит он вот так. Ну, кто-нибудь не в курсе. Вот так он выглядит. Цветочный, фруктовый, свежий, мускусный, зеленый, пудровый, практически древесный. Ну, он вкусный. Прямо я тоже хочу такой себе купить. Стоит он, по-моему, конкретно. Ребята, я считаю, что на обзор ко мне пришли самые лучшие ароматы. Оригинал таких духовств стоит 28 тысяч. Ну, такой, да, интересный аромат. Прям вообще такой девчачий, знаете, прям барбель. Очень такой, знаете, модный запах. Дорогой модный запах. Мне осталось всего три парфюма открыть. Давайте выкроем вот этот аромат. Это номер 45. Сейчас скажу, что это. Ерабапура. Что это такое? Сейчас забьем, наверное, и тем. По-моему, я такой где-то видел. Он стоит 17 тысяч. Не знаю, как он правильно читается. Выглядит он вот так. Основные аккорды. Фруктовый, цитрусовый, сладкий, мускусный, пудровый, ванильный. Ну, по описанию мне очень даже нравится такой аромат. Так, давайте, тестируем. Мне кажется, что прям этот аромат сейчас взорвет мозг мне. Он, знаете, чем пахнет? Он пахнет моим отелем в Москве, в котором мы были уже два или три раза. Капец. Серьезно, почему пахнет отелем? Не, ну пахнет однозначно вкусно прям. Москва, отель, кайф. Кайф прям. У нас осталось на проверку всего лишь два аромата. Этот называется Мемомарфа. Такой аромат я видела, но, по-моему, не нюхла его. Сейчас понюхаем. Белые цветы, тубирозы, древесные, сладкие, желтые цветы, ванильный, пудровый, цитрусовый, животный, зеленый. Вопрос, что такое животный и что такое зеленый? Но что-то вкусное. Ммм, как интересно. Даже я не знаю, с чем сравнить. У меня таких нет. И похожих нет. Ну, блин, такой прям идеальный аромат. Он вроде какой-то травяной даже немного. При этом сладкий. И цветы, и сладости, и травяной. Я вообще не знаю. Идеальный. И последний парфюм под номером 49. Бордики Кэрлин. Ничего себе, ничего себе! В золотом яблоке такой аромат стоит 47 900. 48 000. Почти 50. Выглядит он вот так. Ребят, мне очень интересно понюхать теперь этот аромат. Давайте почитаем его нотки. Верхние ноты. Мандарин, бергамот, черная смородина и черника. Средние ноты. Роза, французская мимоза, олис, белый жасмин, листья фиалки. А базовые ноты это индийское сандаловое дерево, бавы тонка, ветивер и ваниль. Вот это да. Понятно? Я лично ничего не поняла из этого. Блин, это... Это капец. Самое удивительное, что мне он нравится больше всех. Вот с первого. С первого просто. Так, ребята, это первое место. Второе место. Вот это. Третье место вам, наверное, молекула 2.0. Ребята, просто шикарный аромат. И просто шикарный. Я вам обязательно оставлю ссылочку на ЮСО, заказывайте. Обязательно участвуйте в розыгрыше, потому что это все я буду разыгрывать между вами. Ну что ж, ребят, какая моя распаковочка? Обязательно ставим лайки, подписываемся на мой канал. Также подписываемся на все мои соцсети, где, собственно, и будут проходить эти розыгрыши. Ну и всем пока!